всем привет так ну у меня иногда еще периодически будет на канале появляются мои долгострои скажем так раньше пока не было канала они дольше лежали ну сейчас есть смысл показать людям какие-то тонкости в работе показать вам мои подписчики какие-то тонкости моей работы может быть кому-то что-то там будет интересно вот и вот вестант линкс мк-8 револ 2018 год 32 масштаб это вот этот который последний револ модели у них шикарнейшие совсем новые инструкции отличный пластик проработка ну я стараюсь по возможности брать интерес интересные модели револа новинок последних лет вот такой огромный вертолет для сравнения apache 72 и links 32 порядка наверное 5 6 долгостроев я буду также выкладывать не сначала потому что они в какой-то стадии готовности вот здесь у меня осталось поставить маски сюда на выхлоп закрыть здесь скотчем вот и в принципе можно будет уже переходить грунтовки восстановит уже не где-то местами расшивку вот при шпаклевке есть конечно некоторых местах были определенные щели но они скажем так не составили большого труда их убрать вот из допов я практически здесь ничего не использовал единственно что я сделал металлический ствол поставил вот интерьер и там доработал сам потом уже когда маска откроется я покажу вот было на него травление интерьера экстерьер там частично есть но я когда брал его не было надо было ждать я почему-то не захотел вот в принципе от этого мод модель там особо хуже не стало на так в тех местах проработано скажем так поэтому буду выкладывать периодически эти видео вот и до стадии уже готовности разбавляя ганзовский лак и грунт три к одному одна часть грунта три части разбавителя смотрите старайтесь чтобы слой был вот такой мокрый на поверхности когда наносите то есть тогда у вас не получится шагрень если вы видите мокрый слой этого шагрени сто процентов не будет вот если у вас появляется шагрень то значит вы добавили очень мало разбавителя старайтесь пропорцию эту строго соблюдать это касается и лака в серии c которые вонючие серии gx и грунты в банках ганзовские любые 1000 1200 и 1500 чаще я делаю вот такой пришеденг стараюсь больше чтобы был цвет of white потому что он не такой совсем белый как чисто белый и вы тоже старайтесь использовать не чисто белые цвета и в модуляции когда уже по готовой краске и в пришейдинге но хотя пришейдинге можно конечно чисто белый нежели чем на поверхности когда вы мешаете базовый цвет чтобы сделать выгорание краски наношу хаотично старайтесь в разных местах вот это все-таки в конечном итоге добавляет большего реализма на поверхности хотя последняя тенденция последних лет как-то мы все привыкли если посмотреть на реальное фото примеру бронетехники или авиации то конечно мы уже далеко ушли от реализма более пошли художественному стилю но он нам всем нравится вот поэтому я думаю что все мы дальше так и будем делать и и и решение закончил можно приступить по краске красить буду 337 смотрите частенько ребята ошибаются пишут уже в личку вот у кого-то шагрень у кого-то плохо под прокрашивает здесь тоже важно поймать пропорцию вот есть что касаемо серии c да и вообще в принципе вот акрилов там не ганзы то пропорция молока примерно плюс минус мой совет можете конечно разбавлять в отдельной таре перед покраской я его немножко по-другому я обычно сначала наливаю разбавитель в емкость аэрографа и потом понемногу добавляю краски мешаю и пробую на бумаге как если слишком влажный значит я добавляю еще краски если примеру плохо дуется вот или точками дуется значит это слишком густо развел поэтому всегда пробуйте вот если видите какой-то косяк идет то всегда лучше чего-то добавить потому что потом испортите поверхность уже будет сложнее придется потом сошкуривать убирать краску это много проблем возникает при этом винты и торпеду я покрашу рвом 0 вторым в инструкции понятно идет револ но там крайне сложно было подобрать этот цвет вот он практически идентичный револовскому по федеральным стандартам револом 0 второго как раз идеально подходит так надо хвостовую часть покрасить в алюминий носовой латун для этих металликов я буду использовать у меня есть черные базы от окулад и металлики подметаллики и есть пока экстрим метал в данном случае я нанесу ее вот такой очиститель я буду использовать вот такие вот такие вот акцию я просто хотела лезть и пересмотреть это все равно они не Так, что касаемо основы под металлики, все-таки от АК, это просто черная база, а здесь с грунтом, и вот этот мне чуть меньше понравился, чем этот. Объясню почему. Более тонко наносится, который АК, и он абсолютно глянцевый, если посмотреть, но он как грунт не пойдет, только как база под металлики. Этот он в конечном итоге не такой глянцевый, как АК, как к примеру от АК, поэтому я его израсходую, но в будущем буду брать, конечно, от АК, потому что вот везде, как видно, зеркальные поверхности, металлик очень хорошо будет отложиться. Сейчас нанесу алюминий, потом нанесу латунь. Нанести надо на торпеду и на на законцовке лопастей. Так, наносить нужно небольшими слоями, вообще обычной металлики, и не заливать, а то останутся пятна. Эти пятна потом крайне проблематично убирать, поэтому все-таки старайтесь этого избегать. Лучше лишний раз еще где-то поддуть, если где-то у вас тонко слишком получилось и виден грунт, чем потом снова шкурить, грунтовать. Это очень длительный будет и, скажем так, не особо приятный процесс. В комплекте идут декали на винт, красно-белые полосы, но я особо не люблю такие декали наносить, люблю наносить краской. Красный акрил матовый анганзы. Напомню, что такие цвета, как красный или желтый, надо наносить на белый цвет полутонкими слоями, несколько заходов. Ну, я обычно делаю 4-6 слоев, он идет от розового к красному, поэтому не обращайте внимание, что поначалу он будет розовый. Процесс не быстрый, старайтесь не заливать сильно, вот лучше, что дольше, зато результат будет очень хороший. Все-таки очень классный инструмент DSPI, в данном случае это резак для кругов, такой циркуль. Нужен он, конечно, не часто, скажем так, стоит недешево, но если он понадобился, то без него очень сложно, конечно, обойтись. В данном случае нужно было сделать маску и если бы просто закрыть, закрывать изолентой, очень долго пришлось бы, чтобы сделать идеальную окружность. Поэтому 3 секунды вырезаю круг и очень удобно закрыл маски вокруг этого места. Я закрою и спокойно латун накрашу. И очень хорошо, в частности, делать УЗ, к примеру, Великобритания. Я люблю накрашивать, как я и говорил, то есть не использовать, к примеру, декали. А еще бывают, если большие масштабы, декали очень толстые, поэтому инструмент отличный. Теперь можно будет нанести вот эту тонну торпеду на законцовке лопастей и можно снизу на фюзеляже, на прибор. Потом можно будет нанести разной краской эффекты выгорания краски по фюзеляжу, пока лака еще нет. И после этого можно будет нанести глянцевый лак и заняться декалями. Субтитры сделал DimaTorzok ну так как у нас все покрашено металликами extreme metal данные металлики также как и уклад не любит мой любимый лак вонючий 46 вот это самый лучший лак aqua-lac от амамик алюминий очень хорошо полностью покрывать если целиком самолет типа миг-17 миг-15 потом он держит любую химию поэтому буду покрывать этим лаком а а а а а а а а а так сейчас я возьму несколько разных цветов близких по оттенку к основному и сделаю цветовую небольшую такую модуляцию выгорание краски так теперь я покрою полностью весь вертолет своим любимым лаком c 46 до которой вонючий вот покрою я обычно несколько слоев один делаю такой чуть тоньше вот и более сухой и последующие уже более мокрые делаю так лучше получается глянцевость так ну теперь можно нанести декали у меня еще вот такая тамеевская кисть антистатическая отлично убирает пыль всегда я использую уже перед тем как покрыть лаком не всегда конечно какие то моменты я показываю далее жидкости я использую разные у меня их порядка на 15 разных вот я всегда пробую жидкости все потому что разный производитель даже разный год декалей ведет себе по разному поэтому есть у меня более сильные жидкости более агрессивные есть менее агрессивные поэтому всегда перед использованием я лучше лишний раз попробую вот и потом я уже определю ту жидкость которую я буду использовать ну обычно я стараюсь брать комплект сразу соусет у почти у всех производителей есть такие жидкости сразу парами поэтому я стараюсь использовать сразу и тот и другой далее я как-нибудь запишу отдельное видео будет еще по клеям у меня по жидкостям для декалей я конечно не смогу все показать потому что масса производителей декалей масса наборов разный год выпуска но что-то общее я просто покажу что более сильное что более слабое где нужно чего остерегаться при работе с этими жидкостями так и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Теперь можно будет нанести еще один глянцевый лак для защиты, для последующей смывки. И смотрите, если у вас остается серебрение под декалями перед нанесением глянца лака, лучше еще раз немножко нанести на декаль или под нее аккуратненько жидкость для приваривания декалей, чтобы убрать серебрение. Иногда ребята с таким сталкиваются, потому что потом было не видно. Я советую делать именно так. Лак GX, он чуть более глянцевый, чем C046. Он мне нравится чуть больше. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...